Под угрозой исчезновения. Почему на родном языке говорят всего 10% представителей КМНС, проживающих в округе, и как сохранить немецкий язык? Путь решения этих проблем искали участники круглого стола, прошедшего накануне в окружной столице. Экология Арктики, сохранение традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера и социально-экономическое сотрудничество. Эти три темы были в центре внимания участников циркумполярного медиаконгресса, прошедшего в Салихарде. Привлечь медицинские кадры в округ призваны дополнительные меры соцподдержки. Некоторые из них касаются студентов, обучающихся по целевым местам в медицинских вузах. Существенную финансовую поддержку предусмотрели и для врачей. В Нинецком округе готовится к переизданию «Красная книга». Это будет второе издание «Красной книги» Нинецкого округа. Первое выпущено в 2006 году. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте. К запуску готовится проект «Лидеры НАО». Он позволит пополнять окружной управленческий резерв по итогам конкурсного отбора. Проект прорабатывается аппаратом администрации НАО по поручению главы региона и будет запущен в 2019 году. Ранее комиссия только рассматривала анкеты кандидатов. Первые два этапа конкурсанты-претенденты на место в резерве управленческих кадров будут проходить онлайн на электронной площадке проекта. Они представят свое видеорезюме, а также пройдут тесты на общие знания и наличие управленческих компетенций. Третий этап будет точный для всех, в том числе для кандидатов, живущих за пределами НАО, и предусматривает выполнение заданий или кейсов, а также индивидуальное собеседование. Оценка кандидатов будет бальной. Итоги третьего этапа подведет специальная конкурсная комиссия. Напомним, что проработать максимально прозрачный механизм формирования резерву управленческих кадров НАО на конкурсной основе профильному ведомству поручил глава региона Александр Цибульский. Будет ли Ненецкий округ говорить на Ненецком? Почему в регионе всего 10% представителей КМНС владеют родным языком? Что нужно сделать, чтобы вызвать интерес к национальной культуре у подрастающего поколения? Накануне эти проблемы обсудили за круглым столом во Дворце культуры Арктика. С подробностями Любовь Пермякова. О том, насколько остро стоит сегодня проблема с ненецким языком в регионе, стало ясно сразу после первых выступлений участников круглого стола. И закон о ненецком языке и многочисленные мероприятия, проводимые в рамках его сохранения, малоэффективны. Ведь большая часть коренного населения НАО на своем языке просто не разговаривает. У нас было в 2002 году 2409 носителей языка по итогам переписи всероссийской. 2010 год у нас указали о том, что владеют родным языком, только 750. Это десятая доля, это 10% всего лишь. Ну а сегодня уже на дворе, можно сказать, почти 19 год. Уже прошло снова почти 10 лет. И я думаю, что эти цифры будут не совсем радужные. По словам президента Ассоциации САВ Юрия Хатанзейского, нужно срочно принимать меры для реанимации языка. Во-первых, мероприятия, в первую очередь, должны быть не направлены не на изучение родного языка, а в первую очередь на повышение интересов подрастающего поколения. Вот для этого как раз и мое предложение по созданию комплексной программы по ненецкому языку относительно привлечения не только учреждений образования, в том числе учреждений культуры, наших муниципальных образований. Работа в всех сферах, которые касаются наших жителей округа. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, сегодня за одним столом собрались представители государственной власти, образовательных учреждений и культуры, представители КМНС, общественные организации, которые выступили с конкретными предложениями. Необходимо создать терминно-орфографическую комиссию, организовать работу по продвижению ненецкого языка в электронном информационном пространстве, например, создание электронных библиотек, словарей, энциклопедии информационных материалов. Рекомендации круглых столов. В числе задач обозначен вопрос об организации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области средств массовой информации. Для использования ненецкого языка в средств массовой информации в различных сферах деятельности в целях ее сохранения организовать работу по переводу на телевидении новостей бегущей строкой, плюс услуги по синхронному переводу мероприятий, судебных решений, оказание услуг переводчиков в социальной сфере. Вообще, проблемы сохранения ненецкого языка озвучиваются на территории НАО уже более 40 лет. За это время проведено тысячи мероприятий, выпущено множество книг и методических пособий. Удачным примером может послужить уникальный журнал «Пунушка», который издает этнокультурный центр НАО. Это единственное детское издание, где статьи о культуре родного края выпускаются как на ненецком, так и на русском языках. Журнал пользуется большим успехом. В доступной и интересной форме он рассказывает юным читателям о ненецком фольклоре, традициях, природе и животном мире Заполярья. Также ненецкому языку отведены две полосы в общественно-политической газете «Нарьяна Виндер». Родной язык изучают в девяти школах округа, а это более 500 обучающихся. Накопленный опыт и новые современные подходы, которые обсудили в рамках встречи, войдут в основу итогового документа круглого стола. Будут ли они эффективны, покажет время. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Всевер». Арктика – месторождение новостей. Под таким девизом в Салихарде прошел первый циркумполярный медиаконгресс. В числе участников более 200 журналистов из восьми стран – России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Канады и США. Всего более 200 телевизионщиков, блогеров и представителей печатных и интернет-СМИ. Подробности прямо сейчас. Экология Арктики, сохранение традиций и культур коренных и малочисленных народов Севера и социально-экономическое сотрудничество. Три основных темы, которым посвятили деловую программу Конгресса. Доклад главы Ямала Дмитрия Артюхова об экологическом волонтерстве. В Ямальской Арктике добровольцы уже очистили два острова. В следующем году третий. Причем за таким арктическим экстримом активисты из-за рубежа выстраиваются в очередь. Многие проводят здесь весь свой отпуск. Настолько ему нравится дух. Это тут, который там ребят объединяет. То дело, которое они делают вместе. И результаты на самом деле впечатляющие. В очень сложных условиях. У нас не всегда получается хорошо их вооружить современной техникой. Порой это обычный ручной труд. Но ребята за сезон убирают тысячи тонн металлолома. Убирают наследство советских времен. Современные процессы не оставляют таких следов. Яркий тому пример Сабета. В этом индустриальном поселке на берегу Северного Ледовитого океана расположен промышленный гигант – завод по сжижению природного газа. В рамках медиаконгресса делегатам удалось побывать на объектах Ямал-СПГ. Инновационный проект с чистого листа – лицо мирового сотрудничества в Арктике. И держит его здесь достойно. Об этом у себя на родине расскажет белорусский обозреватель Александр Бенько. Больше всего журналиста заинтересовал начальный этап современного производства. То, как он добывается, как он производится, то есть те самые первые шаги, которые делает газ после того, как он выходит из недр. Конечно, после этого очень сложно оставаться равнодушным. Под впечатлением от масштабов и технологии производства и швейцарский журналист Наталья Вороничи. Реальность, сетует журналист, полностью расходится с тем, что подают даже авторитетные зарубежные телеканалы. Борьба за миллиардные арктические инвестиции часто жесткая. И только вот такими форумами можно дать ответ. Наталья его уже подготовила. Даже когда подлетаешься в огнях, это, конечно, очень большое впечатление. Это красиво, это экологически я заметила чисто, все очень проработано. В ходе дискуссии участники медиаконгресса пришли к выводу. Сегодня необходимо работать над законодательной базой. В планах узаконить механизм государственно-частного партнерства. Передовой ямальский опыт вполне посильно перевести в правовое русло. Но взять и в один миг изменить всю нефтегазовую сферу пока из области фантастики. Миссия Ямала – обогревать страну и мир, ответил глава региона на вопрос одного из зарубежных журналистов. Диверсификация, туризм, экологически чистая вода – потенциальные угрозы. Дискуссия длилась порядка двух часов. Чтобы ужасного не происходило сейчас в мировой политике, надо говорить друг с другом. И посмотрите на то, сколько здесь людей из разных стран собралось. Вот эти форумы, они не столько про пленарные заседания. Это очень важно. Ты обозначаешь повестку. А вот про то, что происходит на таком уровне, как мы с вами сейчас разговариваем. Общение именно в таком формате и в арктических широтах нужно продолжать. Когда и где – на эти вопросы организаторы первого медиаконгресса циркумполярных СМИ надеются ответить вместе с новыми друзьями и партнерами. Алина Волчейская, Галина Чечикова, Максим Терентьев, телеканал «Север», Салихард. Увеличить финансирование сельских домов культуры предложили депутаты окружного собрания. На государственную программу округа развития культуры и туризма в 2019 году направят порядка 24,5 миллионов рублей. В частности, запланированы мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры, предусмотрены средства на комплектование книжного фонда библиотек и обучение специалистов учреждений культуры на развитие музейного дела. Как пояснили представители Департамента образования культуры и спорта НАУ, со следующего года начинается реализация национального проекта «Культура». Кроме того, есть поручение губернатора по разработке проектов реконструкции восьми учреждений культуры. В настоящее время в трех населенных пунктах, в которых отсутствует ДК, это в поселке Искатели, Нижнепеша и Нальминоси, планируется строительство новых зданий. При этом Наталья Кордакова отметила необходимое строительство домов культуры в Харуте, где очень старое здание, а также в Усть-Каре, где жителям практически негде собираться, поскольку здание очень маленькое. Депутаты сошлись на мнение, что необходимо провести отдельное обсуждение по определению приоритетов в сфере развития культуры и особенно на селе, с учетом актуальных потребностей сельских ДК. В целом, как считают депутаты, необходима разработка единой комплексной программы развития культуры в регионе. Рассмотрели депутаты изменения, которые будут внесены в окружной закон о здравоохранении. Поправки предусматривают ввод дополнительных мер поддержки медиков с целью привлечения квалифицированных специалистов в округ. Владимир Рожин расскажет подробнее. Людмила Михайлова пополнила коллектив Ненецкой окружной больницы чуть более трех месяцев назад. В Заполярье девушка переехала из города Мирный. Признается, сомнения и переживания, конечно же, были, но сейчас о выборе ничуть не жалеет. Я люблю перемены в жизни, новую обстановку, поэтому нисколько не жалею, что мы сюда переехали. Позитивно отношусь вообще к переменам в жизни, к новому опыту. Сюда приехала по причине того, что муж военнослужащий, его сюда перевели по долгу службы. Мы вслед за ним, всей семьей. Дефицит медицинского персонала в регионе – одна из главных проблем в сфере здравоохранения. На сегодняшний день коэффициент совместительства врачей по Ненецкой окружной больнице равен 1,8. Причем, как правило, не хватает узконаправленных специалистов. Нам необходим врач-невролог, врач-кардиолог, врач-отоларинголог, врач-трансфузиолог и некоторые другие специалисты. Я назвала самые острые дефицитные специальности. Если у нас будет достаточное количество высококвалифицированных врачей-специалистов, то, соответственно, помощь нашим населениям будет более доступна и квалифицирована оказываться. Для привлечения новых медицинских кадров местные власти разработали дополнительные меры поддержки. Так, например, для студентов, обучающихся по целевым местам со следующего года, могут появиться три вида материальной помощи. Это дополнительная стипендия, для отличников она составляет 5000 рублей, компенсация стоимости съемного жилья и оплата проезда домой в межучебный период. Что касается докторов, то для их привлечения, помимо уже существующей программы «Земский доктор», разработана дополнительная финансовая поддержка. Соответственно, с момента принятия закона врачи, которые приют работать на село, они смогут получить 2 миллиона. Врачи, которые приют работать в Наримар и поселок Искатель, получат полтора миллиона. Фельдшеры, которые приют работать на село, получат миллион. И фельдшер, который приедет работать на городе Наримар и поселок Искатель, получит 750 тысяч рублей. Это решит две проблемы – обеспеченность кадрами и, я считаю, плюс и квалифицированными кадрами. Соответствующие изменения в окружное законодательство уже одобрены на заседании администрации Ненецкого округа. Новый законопроект будет направлен депутатам регионального парламента для рассмотрения на ближайшие сессии. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Бывшие директоры и главный инженер муниципального предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» признались в получении взятки в крупном размере. Напомню, директоры главного инженера КБИБО сдержали 26 ноября и 3 декабря соответственно. В официальном сообщении говорится, за 3 миллиона рублей руководитель унитарного предприятия планировал незаконно передать некой организации в пользование около полутора тысяч кубометров растительного грунта, принадлежащего КБИБО. При этом стоимость земли составляла более 4 миллионов рублей. Следственный комитет России по Архангельской области и Ненецкому округу уже возбудил уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса. Это получение взятки в крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 12 лет лишения свободы. Далее к другим темам. В Ненецком округе готовится к переизданию «Красная книга». Как рассказали в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ, процесс подготовки к переизданию книги проходит в несколько этапов. В течение двух лет проводился мониторинг редких, находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, включенных в первое издание. Оценивались их популяции и распространение на территории региона. Готовились иллюстрации. Новый список содержит 230 видов. 61 вид животных, 130 видов растений, 39 видов грибов и лишайников. Для сравнения, «Красная книга НАУ» в редакции 2006 года содержала 225 видов, из которых 36 видов грибов и лишайников, 123 видов растений и 66 видов животных. Увеличение общего количества объектов произошло за счет растений, грибов и лишайников, которые, по мнению ученых, должны быть взяты под усиленную охрану. Известная всем северянам радиола розовая или золотой корень поменяла категорию редкости со второй неуклонно сокращающейся на третий редкий. По животным количество видов, внесенных в Красную книгу НАУ, изменилось за счет исключения из нее морских млекопитающих, отряда гитообразных и добавления птиц. По некоторым видам изменились категории редкости, характеризующие состояние вида на территории округа. Так, по данным исследований, численность популяции серого гуся и степного луня снизились. Популяция Орлана Белохвоста и Исапсана, наоборот, восстанавливается. Сейчас завершается выполнение работ по подготовке оригинал макета Красной книги Ненецкого округа. Пробный экземпляр планируют издать к концу года. В эти дни в Ярославле проходит Всероссийский форум профориентации «Проектория». Участие в нем принимают и двое представителей от Ненецкого округа. Кроме того, в рамках форума для ребят со всей страны проводятся онлайн-уроки. Ученикам с 8 по 11 классы рассказывают, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие годы. Таким образом, школьники получают скорее не знания, а ориентиры на будущее направление деятельности. Уроки достаточно интересные, и ребята их смотрят, обсуждают. У них возникает много вопросов. Если есть такое понятие, если есть вопросы, то значит идет развитие. Человек получает ответ на вопрос, ему что-то еще непонятно, он будет развиваться дальше. Целью форума стала помощь в формировании школьников образа своего будущего и выбора профессии. Основные направления – энергетика, транспорт, здоровье, информационные технологии и космос. Добавлю, самые активные образовательные учреждения за участие в онлайн-уроках получат поощрение, а возможность принять участие во всероссийских открытых уроках, которые начнутся в январе 2019 года. Скорость и драйв как полет души. Впервые в Ненецком округе пройдет снегоходное ралли протяженностью более тысячи километров. Iron Sledge – самая длинная и жесткая гонка на снегоходах за всю историю региона. Старт соревнований 15 марта в Пиннижском районе Архангельской области. Финиш – 21 марта в Наринмаре. В течение семи дней участники таких масштабных гонок захватят практически все населенные пункты западной части региона. Изначальной точки лесного отеля «Голубина» спортсмена предстоит добраться до поселка Индига, а затем финишировать в столицу Заполярья. Кроме того, промежуточными пунктами станут села Нись, Нижняя Пеша и Коткино. Участники соревнований будут передвигаться при температуре ниже нуля, в условиях плохой видимости глубокого снега. И, как говорят организаторы, это настоящее испытание на выносливость не только людей, но и для техники. Идея этого ралли возникла совершенно спонтанно. И я увидел, что наши канинские оленеводы участвуют в таком красивом мероприятии, как День оленевода в эко-отеле «Голубина». И старт этой гонки, этого ралли, идея старта возникла именно оттуда. То, чтобы с этого красивого праздника, праздника сильных, красивых людей, наших канинских оленеводов. На сегодняшний день свое участие в гонке уже подтвердили команды из Москвы, Архангельска, Ярославля, Наринмара, а также сел Коткино, Макарова и деревни Каменка. В составе каждой два человека и два снегохода. Кроме того, спортсмены могут взять в сопровождение любое количество людей на отдельной технике. Там будет две категории. То есть те, которые едут, соревнуются ради призов. И вторая категория – те, которые едут просто для того, чтобы познать себя, свои силы. То есть если они в этой гонке «Параканец» познают свои силы, на следующий год они могут стать участниками. Я очень хочу, чтобы люди увидели наш оленеводческий край, край сильных людей, красивых оленей, край снега. Чтобы они увидели именно мою Арктику. Главная цель ралли – обеспечение надежных, последовательных, безопасных и достойных гонок на снегоходах по пересеченной местности. Такова информационная картина к этому часу. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – медицинский центр «Решма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова